приветствую всех на канале михаил инвестиции как вы видите рынок сейчас уже постепенно начинает восстанавливается уже многие алькоины показывают плюс и в целом уже настроен побычи хватит уже корректируется пора бы уже давать рост тем более у нас уже произошло за этот период времени довольно немало коррекций в этом видео будем разбирать последние новости метрики и также будем разбирать криптовалюту за кэш е кэш и вычейн посмотрим стоит ли сейчас инвестировать в эти криптовалюты или надо немножечко подождать перед тем как я начну обзор не забудь поставить лайк подписаться чтобы не пропускать новые полезные видео за последние 24 часа мы видим о том что шартовых позиций увеличилась два раза мы видим о том что прибавилось на 102 процента по отношении предыдущим лунговые позиции наоборот не столь много набирает потому что все-таки людей по всей вероятности пугает это но если глобально рассмотреть картину в целом то мы прекрасно понимаем что это всего лишь капля в море и на самом деле она не то что особо не повлияет имеется ввиду вот эти шартовые позиции мы лететь на шартовых позиции не можем потому что их достаточно мало мы будем лететь за счет вливание денег обратите внимание на то что последние дни уже неоднократно начинают печатать и печатать стаблокоин и станок запущен и нас готовят к чему-то серьезному поэтому по всей вероятности в скором времени качели уже прекратятся и мы уже двинемся как раз таки в одну из сторон о чем нам и говорят печатание бесконечности блокаин 22 ноября у нас опять произошли ликвидации шартовых позиций на 62 миллиона долларов а ланговых на 147 миллионов долларов в принципе это всего лишь мелочь по-настоящему еще никого не ликвидировали ликвидации будут только в будущем по google тренду мы увидим о том что на текущий момент немножечко все-таки проседает популярность криптовалюты из позитивных новостей это то что панвер покупает еще 398 биткоинов примерно за 24 миллиона долларов компания по разработке мобильного облачного программного обеспечения объявила в понедельник что купила еще 398 биткоинов примерно за 23,8 миллиона долларов наличными по средней цене около 59 тысяч девятьсот семнадцать долларов за биткоин включая сбора и здесь я хочу предупредить многих людей о том что у китов у компаний у крупных каких-то инициационалов до и обычных людей всех свои разные стратегии и разные предпочтения того что делать иначе говоря то что они делают не обязательно надо копировать потому что у них свои цели у вас свои цели и тупо следовать по тому как они поступают конечно не следует следует именно поступать по своей стратегии делать именно то на что вы рассчитываете то что вы хотите австралийская крипто бежа битбанда объединилась следе битбанда объявила в понедельник что ее инвестиционный продукт для цифровых активов теперь полностью интегрирован с платежными приложениями лидия который позволит клиентам лидии инвестировать более чем 170 цифровых активов от криптовалют до бескомиссионных дробных акций биржевых фондов и драгоценных металлов транзакции выполняется через битбанда говорится в объявлении это сотрудничество полностью соответствует нашей миссии по внедрение цифровых активов в основном внедрение повышение инвестиционной грамотности в европе и за ее пределами сказал эрик демоца учредитель и со директор битбанда очередная крипто биржа внесла шабоину свой список коэн хака сингапурская биржа криптовалют добавила поддержку шабоину теперь его пользователи могут торговать так называемый убийцы дают и коэна за сингапурским долларом до сша и вьетанский долг у коэн хака также есть кошелек который теперь позволяет безопасно хранить шабоину и теперь давайте непосредственно перейдем на технический график разберем стоит ли сейчас инвестировать криптовалюта в чей на недельном графике в чей мы видим о том что мы до сих пор не пробили важную линию поддержки и поэтому можно рассчитывать на дальнейший раз мы находимся выше среди скользящей 20 50 что тоже является хорошим признаком того что мы будем расти также мы видим повышающие хорошие объемы которые также подсказывают нам о том что мы должны расти что сила для рывка есть и почему бы и не вырасти мы не видим никаких дивергенции примеру паерсай также могли у нас показывает о том что нам хватит падать и мы должны уже все-таки дальше расти вверх пока мы не пробили не упали ниже 6 центов говорить о том что начался медвежий рынок и продолжится дальнейшее падение вниз конечно не стоит тем более мы обратите внимание как далеко находимся от этой зоны мы во первых еще не пробили линию поддержки не пробили вот эту зону поддержки и не упали до ключевой зоны поддержки и соответственно конечно опасаться на текущий момент не стоит на что мы сейчас рассчитываем мы сейчас рассчитываю на то что произойдет хороший отсков с хорошим поглощение с пробитием и в этом случае мы рассчитываем на то что мы полетим к 1618 который находится на отметке 38 центов с последующим пробитием и полетом до 58 центов теперь давайте посмотрим криптовалюту языка стоит ли сейчас инвестирую деньги обратите на позитивный звонок о том что мы все-таки пробили линию сопротивления мы сейчас не хотим опускаться ниже и это очень хороший сигнал на то что мы будем расти конечно эта неделя только начала свою жизнь и поэтому может быть все изменится за этот период времени но на текущий момент все хорошо мы удерживаем планку мы находимся выше мы все-таки пробили удерживаемся возле этой зоны сопротивление а на текущий момент она для нас будет являться линии поддержки и с последующим ожидаем все-таки продолжение роста пробить и вот этой зоны этой зоны и дальнейшего полета вверх и рассчитываем на то что мы вырастим как минимум до 360 долларов здесь у нас очень важный уровень сопротивления будет находиться и после этого преодоления мы уже конечно будем покорять те максимум которые у нас были в восемнадцатом году это в районе 1000 долларов поверсай мы в данный момент не наблюдаем никаких дивергенций у нас рост достаточно хороший имеет силу также обратите внимание что могли у нас также показывает о том что хватит нам падать пора бы расти теперь давайте посмотрим на криптовалюту и кэш тут ли сейчас инвестировать деньги в и кэш в и кэш сейчас щекотливая ситуация не буду отрицать мы в данный момент находимся у линии важной поддержки вот этого зоны распределения также имея вот эту свечку которая намекает нам о падении и здесь мы не видим никаких препятствий соответственно если мы все-таки пробиваем подтверждаем что это не ложным пробоем мы летим далеко вниз но пока мы это не сделали пока все хорошо мы пока удерживаем эту планку обратите внимание что мы первый раз устояли второй раз устояли и соответственно можно рассчитывать на то что все таки эта зона устоит эта зона поддержки и мы все-таки оттолкнемся и полетим уже вверх здесь нам необходимо пробить ту зону которую мы до этого не могли пробить и с последующим уже пробитием вот этой который находится на отметке 0,0025 и после этого у нас уже не останется никаких серьезных программ для того чтобы расти давайте посчитаем до каких значений мы можем потенциально вырасти у нас примеру по 1 618 находится на отметке 0,0051 это у нас минимальная такая отметка а после пробития мы уже летим 2 618 который находится на отметке 0,0073 что сейчас необходимо сделать стоит ли сейчас инвестирую деньги конечно сейчас достаточно опасно инвестируют деньги необходимо убедиться и увидеть хороший отскок с желательно с поглощением желательно чтобы выйти за рамки 0,0017 9 и в этом случае это будет хорошим признаком для того чтобы все-таки попытать счастье приобрести поставить стоп лосс ниже и рассчитывать на дальнейший рост сейчас инвестировать опасно сейчас понаблюдаем понаблюдаем как все-таки устоит этот уровень на текущий момент мы видим о том что цена отталкивается удерживает эту планку и лететь мы ниже не хотим но этого мало для того чтобы все-таки рискнуть деньгами и инвестировать деньги в я кэш для того чтобы все-таки рискнуть нам необходимо хороший отскок с хорошим поглощением и только в этом случае можно убедиться в том что да мы нацелены серьезно и будем дальше россии пока вот эти отскоки лишь такие знаете детский лепет и не показывают нам о серьезности того намерения чтобы расти поэтому сидим в сторонке наблюдаем сейчас необходимо наблюдать желаю всем профита всем до скорой встречи